Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели В студии, как мы уже анонсировали, директор Латвийской Ассоциации Издателей Прессы Гонтар Слицис. Добрый день Добрый день Можно сначала, для понимания, чтобы наши радиослушатели уже представляли Что из себя сегодня представляют печатные средства массовой информации Мы понимаем, что это газеты, это журналы Какие-то, может быть, общая картинка, тиражи, ситуация на рынке печатных СМИ Печатные СМИ уже не стали только печатными СМИ Мы уже в начале передачи сейчас говорили, что мы уже мультимедиа Мы издаем свои печатные издания, живем в интернете Показываем некоторые ролики, как телевидение Все вместе Но если смотреть только на печатную сторону нашего бизнеса Есть такое слово «употребима» в наше время То, если мы смотрим газеты, то газеты немножко теряют в тиражах Почему это, что это, там очень много разных факторов Интернет, видимо, прежде всего, да? Да не только Да, конечно, качество доставки, например Разные другие, скажем, каналы, которые предлагают информацию Которая уже в интернете и в телевидении В телефоне даже В телефоне даже, да Разные каналы, они появляются новые И мы все время должны бежать вместе со всеми Чтобы показать, что ту информацию, которая у нас Немножко лучше у журналов Но тоже, скажем, не блеск Но мы можем как-то гордиться, что некоторые журналы даже повышают тиражи Издаются новые журналы, пропадают старые журналы Ну, живем, живем как живой организм А старое, ненужное умирает А новое рождается и пополняет наши ряды Да, ну, есть, как обычно, и, наверное, в отношении печатной продукции Есть определенные стереотипы, да Вот многие, если их спросить, говорят Ну, это в основном вот люди вот той эпохи, да Вот эпохи газеты Основные читатели журналов и газет Это люди, не знаю, 55 плюс, 60 плюс Это действительно так? Или это не совсем так? Ну, знаете, да, близко к этому Но немножко я понижу этот уровень Там где-то за 40 Понимаете, это разные, почему люди читают Это не только зрение Не только, понимаете, сенсуально мы чувствуем бумагу Беря в руки журнал, например Да Почему он глянцевый А почему газета на газете Приятно ведь, да Приятно, правильно А утром, когда ты пьешь кофе Взять газету Люди, которые это попробовали Они знают, как это приятно Как Это целый ритуал Это никуда не убегает Там не надо маленький экранчик там тыркать и смотреть по буквам Для меня, например, это очень трудно А я беру газету Она никуда Можно взять ручку, что-то подчеркнуть Подчеркнуть Да, не убегает Да, не убегает Я, как говорю, да Смотрю Два раза прочитал Поставил Вернулся к этому Целый ритуал Целый ритуал Да Люди ритуала Мы, которые уже за 50 Это любим Конечно, я тоже читаю в интернете Я пользуюсь другими СМИ Чтобы узнать информацию Но мне важна и эта печатная информация Еще, наверное, очень важно Многие Ну, это чаще всего люди, у которых происходит какой-то конфликт Ну, к примеру, если они недовольны какой-то публикацией в интернете Считают, что задели их там честь и достоинство И тогда начинают разбираться И зачастую выясняется, кто автор этой статьи в интернете Неизвестно Является ли это средство массовой информации Относится к ней закон Неизвестно Ничего неизвестно Что касается, я так понимаю, газет и журналов Там все понятно Не только газеты и журналов Телевидение, радио Журналов То есть эти основные СМИ Там все понятно Да, там появляется человек Появляется лицо Появляется фамилия, имя И этот человек Его мы можем найти А с электронными Которые в интернете Там не всегда очень все просто Есть, конечно, порталы Которые мы знаем Например, там Делфи, Тавенет и другие Мы знаем там Кто за ними стоит И какие там журналисты И другие люди появляются Но это недалеко так Со всеми остальными Там очень много Разной информации Которая анонимна Которая очень Ну, скажем так Раздраженная Очень злобная Даже иногда И А кто за это отвечает Непонятно Ну да, непонятно Кто отвечает Но пользуемся Пользуемся мы все Ну да То есть В этом плане, наверное, преимущество Мне кажется У печатных СМИ Что в принципе Я не знаю Это и преимущество И непреимущество Люди любят читать Не только то Что написано качественно Я смотрю Что люди очень любят читать Разные сплетни Может и неправду Это может их как-то Поднимает Какое-то Я не знаю Что происходит Какая химия В каждом Но есть же люди Которые смотрят Там какие-то Определенного вида Кино Я, например, ужасных Не могу смотреть Мне не нравится Не очень А кто-то от этого Получает удовольствие Конечно Да И то же самое С информацией Которой в интернете Которой в газетах Людьмы разные Но это, наверное, И есть демократия Да, это правда Что касается Да, еще Печатных СМИ Ну, может быть, есть еще Как бы такой вот Не знаю Стереотип Или Вот Представление О Печатных СМИ Что, ну, по существу Это в основном Такие региональные СМИ Поскольку, ну, все-таки Самоуправление было Целой дискуссией Как вы знаете В том числе и в парламенте Ваши самоправления Вот хотят издавать Свою продукцию Чуть ли Потому что это им надо С точки зрения Агитации И пропаганды И в основном Сейчас вот Живет вот такая вот Местная пресса Ну, там немножко По-другому Я смотрю По-другому Да Есть местная пресса Которую издают Независимые Да Есть независимые Издатели Независимые Издатели Которые Издают Местные Газеты Есть Самоуправление Которые Издают Свои Информационные Бюллетени Некоторые Некоторые Я не хочу Сразу Что Все Но некоторые Из этих Бюллетенев Сделали Что-то Наподобие Газет И там Уже Начинается Проблема Люди Не всегда Отличают Что такое Информационный Бюллетень Самоуправления Где дается Объективная Информация О том Что делало Самоуправление Там Какие-то Не законы А какие Нотайкуми Которые Принимаются Принимаются Там На месте Каждое Самоуправление Это Легитимно Это должно Появляться В этих Информационных Изданиях Ну когда Там появляются Какие-то Очерки Какие-то Рассказы О том Как Кто-то Очень хороший Куда-то Кого-то Отправил Скажем Танцколлектив Благодаря Какому-то Исполнительному Человеку Там Попал Куда-то Туда Это уже Начинается Такая Скажем Агитация Не агитация Но реклама Правящей партии Там на месте И вот Это уже Ну надо Как-то Ограничивать Да И потому В парламенте Приняли Сейчас не приняли Еще Но На разработке Есть Пункт В законе Где Будет указано Сколько раз И Какую информацию Неограниченно Можно будет Публиковать В таких Скажем Там принято Очень много Разных Не законов А Нотайку Правила Которая 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 Принято Их же Надо Печатать Когда Они Появляются Значит Там Ограничений Никаких А вот Скажем Такую Лирику Это Один раз В месяц Ну как бы Хватит Чтобы Не портить Бизнес У тех Которая Это Бизнес Потому что Ну как За наши С вами Деньги Делается Реклама Или Делается Это Издание Но оно Должно Быть Качественно Для того Что Оно Предназначено Информация Чистая Что касается Бизнеса Вы Уже Сами Фактически Уже Предварили Мой вопрос Я понимаю Что это Вы скажете Что каждый Издатель По своему Но вообще В принципе В наше время С учетом того Что тиражи Все таки Снижаются И расходы Очень большие Я думаю Что люди Которые даже Далекие От этого бизнеса Понимают Что это Типография Это бумага Это доставка Это зарплаты И тем не менее Вот Можно заработать С помощью Печатной Продукции Или только С одной Печатной Продукцией Уже Прибыли Нет С одной Только Печатной Продукцией Прибыли Нет Это Ну скажем так Грубо говоря По нулям Там Пару тысяч Если и кто-то Получает Это не бизнес В бизнес Мы должны Как-то Вкладывать Как-то Это Атеисты Развивать Да Чтобы Это Качество Улучшить Понимаете Качество Журналистики В наших СМИ Где мы Себя Показываем Мы не Не анонимны Мы же Конкретные Своими авторами Мы должны Их Учить Мы должны Их Образовать Чтобы 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 Эта Информация Да Она Она Должна Быть Качественная И туда Надо Очень много Денег Вложить Это Люди Это Самое Что у нас Есть Самое Важное То есть По существу Мы можем Говорить о том Что Просто Бизнес Как таковой Печатных СМИ Неприбыльный В Латвии Да В Латвии Неприбыльный К сожалению Но Я думаю Что Эта Отрасль Очень Важна Для Государства И для Нас Для Людей Для Демократии Для Демократии Да Вот Именно Некоторые Это Не Очень Так Понимают Пока Пока Это Существует И Это Держится Сейчас На Очень Большом Ну Таком Издавею Издавею Энтузиазм Да Энтузиазме Издателей Да Что И Журналистов Между Прочем Тоже Они Тоже Получают Зарплату И Они Же Хотят Кормить Свою Семью И Они Должны Получать Хорошую Зарплату Да Вот Создается Такое Ощущение Может быть Если я Не прав Вы Меня Провергнете Что И Многие Политики Ну Вот В парламенте По крайней мере Когда Начинаю С ними Говорить Что Вы Понимаете Ну Печатные Продукции Это Особые Средства Массоинформации Они Нуждаются В поддержке Ну Так Как Общественные СМИ Радио Телевидение Общественное ЛТВ И Латвия Радио Все Так И Печатные СМИ Нуждаются В поддержке И Мне кажется Что Часть Политиков Может быть Это Больше Молодое Поколение Которые В этом Телефоне Начинают Говорить Ну Вы Понимаете Ну Уже Сейчас Все В социальных Сетях Вот Фейсбук Даже Больше Вызывает Какой-то Резонанс Я вот Буду Рекламироваться Вот Я часто Слышу Там В Фейсбуке И Мне Хватит Но Мы Сейчас Может быть Не будем Затагивать Тему Вот Этой Агитации Политической Но Вы Не Сталкиваетесь С таким Ощущением Что Политики Многие Современные Не Понимают Вообще Значение Печатных СМИ Да Конечно Сталкиваюсь И Знаете Когда Это Происходит Это После Выбора Это Когда Появляются Новые Люди В парламенте Которые Там Не Были Которые Вообще Ну В этом Не Очень Разбираются Да Ну Никак Нельзя Их Упрекать Они Учатся Некоторые Молодые Политики Они Учатся И Через Несколько Лет Они Понимают Что И Как Это Когда Меняется Правительство Ну За Один Созыв Сайма Меняется Иногда Несколько Правительства У нас Очень Много В Ассоциации Очень Много Времени И сил Уходит На Образование Политиков Ну Скажем Не Образование Об Информировании Что Мы Такое И Что Фактически Вы Им Все Рассказываете Дерете Своего Такой Ликбез Да Каждый Раз И Каждый Раз Ну Если Это Уже Люди Которых Мы Знаем Это Уже Все Упрощается Да Мы Уже Встречаемся Уже Понимаем Что Про Что И И Тогда Все Идет Ну Немножко Так Скажем Уравновешенно Ну Вот Сейчас Например Новое Правительство Новый Новый Сайм Новый Сейм Сменился На 60% Так что Есть Что Рассказывать Есть Кому Рассказывать Привемся Ненадолго О том Что Ждет От Правительства Ассоциация Издателей Прессы Через Несколько Минут Новости Рекламы А не переключайтесь Микс Ньюз Да еще раз Добрый день Напомню Директор Латвийской Ассоциации Издателей Прессы Гунта Слицис У нас В студии Вот Если говорить Действительно О власти Не знаю О государстве Сейчас Новое Правительство Пришло К власти Вот уже 5 месяцев Отработало На каком этапе Вы сейчас Находитесь И что Вообще Издатели Прессы Сейчас ждут От государства Какой Не знаю Поддержки Помощи Понимания Что вы ждете Как ассоциации Теперь уже Мы ждем Поддержки Тот уровень Когда понимание Надо было Добиться Это я думаю Чувствую Что это мы прошли Каждый раз Когда новое Правительство Мы говорим Объясняем Если люди новые Что такое Пресса И Какие Проблемы у нас Да Мы сейчас Самая важная Проблема У нас Доставка На следующий год Потому что Мы должны Заключить Договора С латвийской Почтой О доставке Наших Печатных СМИ К вам К читателям Да И это Очень важно Какая будет Цена Потому что То что Мы за это Получаем Это Уходит на Зарплату Наших Журналистов Это уходит На Печатную На Самую На этот Процесс Но Очень важная Часть Это Доставка И она Не очень Не маленькая И Это очень Сложные Процессы У нас Есть Один Сейчас Партнер Это Латвийская Почта Которая Может В этом Государстве Доставить Почту В сельской Местности Никто Другой Это Монополист Но с другой стороны Других И нету Которые Доставить Да Он Монополист Я думаю Что Они Сами Этому Даже Не рады Наверное Да Расходы Большие У них Расходы Большие Они Доставляют Это И спасибо Почтальонам Они Я думаю Уважаемые Люди Которые Работают Очень Очень Серьезно И Приносят Нам И Газеты И Журналы И Остальную Почту Она приходит К нам Домой Да Это Очень 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 Важно Я так понимаю Что в принципе Ассоциация Хотела бы Ну или будет Добиваться Снижения ПВН Или НДС До 5% Сейчас по-моему 12 на доставку Если я не ошибаюсь Да Да Мы Думаем Что было бы Честно Потому что Это НДС Это же Не налог Для нас Это налог Для читателя Он Это платит И В связи с этим Становится дороже Подписка Просто Да Конечно Становится дороже Если это снизить То И доставка Для человека Станет Доступнее Или Останется На том же уровне Вы же знаете У нас Дорожает Все Не по дням А иногда По часам Да Это электричество Это бензин Это основные Основные Расходные материалы Для доставки Что касается Действительно НДС На каком этапе Вы сейчас Находитесь Потому что Я так понимаю Обычно В сентябре Начинается подписка На следующий год Постепенно Есть какие-то Индикации На следующий год Мы не можем Я думаю Сейчас говорить Об НДС Там Это получится Не успеем Ну я Я не могу Говорить За правительством Может они Успеют Потому что Там же Сейчас люди Новые Которые Я не знаю Что они успевают Что не успевают Я надеюсь Что они успеют Но будет ли так Я не знаю Но цены Латвийская почта Назовет Я думаю В ближайшее время И сейчас важно Чтобы И государство Это Наше правительство Министры Поняли И они Они сейчас Работают Над тем Чтобы сохранить Эту систему Какая она Есть На следующий год Мы думаем Что для подписчиков Цена на доставку Не изменится Я так очень надеюсь Ну пока Имеет Тут тоже будет Уже много Что пока Имеет Цены не возрастут Да И это Очень важно Это очень важно Чтобы мы могли Нашему читателю Предоставить Вот То качество Доставки Которая Она у нас На сегодняшний день Мы конечно Говорим С латвийской почтой О том Чтобы Принести Газету Журналы Раньше Утром Раньше Ну конечно Газету мы хотим Получить до восьми Ну там есть Разные Разные Емыслы Причины Почему Это не может Произойти Это и цена Конечно Почта может Это принести И в шесть Утром Ну сколько Это будет стоить И кто за это Готов платить Очень много Таких вопросов И мы Решаем Конечно Чтобы На эту цену Мы могли Как можно Раньше Доставить газету Не мы А латвийская почта Это Ну наш Такой Ежегодный Такой Спич С латвийской почтой О том Как Быстрее Чтобы быстрее Чтобы качественнее Принести Они делают Люди Они же тоже хотят Это и части Их бизнеса Они хотят Чтобы их бизнес Тоже работал хорошо Они это Ну В мере возможностей Делают Да Если мы говорим Чуть о прогнозах Я понимаю Что прогнозы Такое дело Неблагодарное Но все-таки Есть такое мнение Что Если Что Тяжелее всего На рынке Печатных продукций Приходится И будет дальше Все сложнее И сложнее Ежедневным газетам Потому что Ну расходы При всем уважении К еженедельникам Но одно дело Когда ты выпускаешь Еженедельник Пускай толстый Но еженедельник А другое дело Когда ты фактически Не знаю Там Четыре-пять раз В неделю Делаешь ежедневную газету На расходы Наверное Больше И есть Такой Неблагоприятный Прогноз Что Скорее всего Все меньше и меньше У нас будет Ежедневных газет Они тоже будут Переходить Такой еженедельный Формат Да Вы сказали Что прогноз Это дело Неблагодарное Я Очень Буду Надеяться Что Это Не произойдет Слишком уж Быстро Может Да Некоторые Попробовали Я знаю Что некоторые Региональные Которые Издавались Три раза Переходят На два раза Или один раз Но становятся Толще Я не знаю Я думаю Что информация От этого Теряет Мы конечно Не можем быть Такими Актуальными Газета уже Сейчас не актуальная Газета Аналитическая Аналитическая Должна быть Бесполезно С интернетом И с радио Соревноваться Это Кто делает Это Люди Которые Не скажем Глупые Но это Уже Мимо Мимо Да Ну не надо Заниматься тем Чем не надо Не надо Это все равно Будет новость Второй свежести Конечно Конечно Еще если Не утром Принесут А принесут Скажем Полдень Послезавтра Это Это Никак Но Есть информация Которая Там Читается И которую Аналитическую Какую-то Исследовательскую Журналистику Там Люди Читают Очень Даже Синтересно И Там Где люди Читают Про других Людей Это Всегда Людям Интересно Что-то Новое Узнать Как-то Сравнить С собой Это Это Важно Для Населения Что касается Наших соседей Мы обычно пытаемся Как-то сравнивать Литва Эстония Каковы там тенденции Известно ли что-то Вам Какие там налоги Помогает ли там Государство Издателям Доставки Помогают Издателями В Литве В Эстонии Нельзя Ничто Нельзя Напрямую Сравнивать Мы можем По своему Внутреннему Ощущению Говорить Что Там Лучше Или там Хуже Потому что Как начинают Сравнивать Цифры Это Неправильно Потому что В одном месте Цифра Больше А где-то Цифра Меньше Есть Какие-то Льготы Которые Мы не знаем И которые Ну Скажем так Напрямую Сравнивать Всегда Это Даже Бесполезно Неправильно Не можем Мы Финляндию Сравнить С Латвией Ну Никак Не можем Германию Не можем В Норвегии Газета Сама Делает Свою Разноску Сама Доставляет И Некоторые Газеты Доставляют Какие-то Свои Скажем Партнеров Газеты Даже так Даже так И жители Больше Жители И там Немножко Другие Зарплаты Немножко Другие Деньги Понимаете Приходит Почтальон Я был Я ходил Немножко С почтальоном В Норвегии Вместе Посмотреть Как они Работают Они приносят Там Госучреждения Они приносят Вот такую Кипу Одной Газеты Я говорю А зачем Так много Суда А как В каждый Кабинет По газете Я говорю Как Каждый кабинет У нас Наверное На всю Организацию Одна Все читают Дома Не подписываются На работе Это читают Подписка падает А читатели Это не падает Это другое Это другой вопрос А там В каждом кабинете По газете Ого Я говорю Вы живете Как-то Круто Нет Ну это же нормально Ну как В одном кабинете Все знают Другом не знают Так нельзя То есть в принципе У них есть свои традиции Традиции Да Которые У нас нет Наверное Или скажем Мы их теряем Из-за того Что у нас Лапкла Благосостояние Да Другой уровень жизни Наверное Мы бы тоже Все В каждый кабинет Были бы Газеты Были бы счастливы У нас Были побольше Тиражи И наверное Была меньше Цена Потому что Чем больше Тираж Тем меньше Цена Это тоже Ну я так понимаю Что Ну понятно Что рынок Нельзя Не сопоставим Там Германии 80 миллионов Жителей Конечно Да Это мы понимаем Но тем не менее Там по прежнему Тоже есть традиции Вот этих Толстых газет Их читают Да Но понимаете Там тоже Та же тенденция И падают Тиражи Они падают Как и у нас Но только Знаете С какой полки падать С какой скорости И да С какой скорости Нет Скорость тоже Если посмотреть Скорость тоже Примерно То же самое Но Я говорю Ну как Как близко Этот пол Да Я так понимаю Что все таки У нас По крайней мере Есть Это тоже хорошо Традиция читать Я знаю Глянцевые журналы Многим интересно Почитать эту Светскую хронику То есть они еще более-менее выживают Да у нас Эти глянцевые журналы Я думаю Что Нужно читать И что наши Жители Они читают Эти традиции Есть Вот я был Недавно В одной Сельской Местности Местности Да В этой Библиотеке Да Библиотеке И смотрел Местную газету Подшивка Я открыл Знаете что У меня Волосы дыбом Там Можно Видеть Как человек Пальцем Проводил По строчкам И там Строчки Размыты Чуть-чуть Потому что Там читали И можно смотреть Какой Там Заголовок Больше читали И Люди читают Люди Которые Не могут По своему Благосостоянию Подписываться Они идут В библиотеку Они читают Ну это и хорошо Что есть Вот сельская Местная библиотека Это вообще замечательно Конечно Это хорошо Ну люди Как они Кооперируются На один Дом Одну Газету И там Сосед 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 дает Читать Для нас Это плохо Это для Читателей И вообще Для нас Это хорошо Что Нужда читать Сохраняется Главное что Подписчиков Ну да Вот тиражи С этого падают Вот еще Такой вопрос Который я думаю Вам часто задают И сами издатели Я знаю Об этом все время думают Знаете Вот есть определенные навыки Там не знаю Есть навыки Не знаю Катание на велосипеде Там на коньках Кто-то учится В детстве Потом у него навыки Остаются на всю жизнь Вы уже понимаете На что я намекаю Есть ли возможность Или есть Вы пытаетесь Работать Как-то Вот не знаю Прямо со школьниками Объяснять Что есть такая газета Потому что Я подозреваю Что если Какому-то Сегодня учащемуся Ну ладно Не первый класс А какому-нибудь учащемуся Шестого Седьмого Десятого Класса Будешь говорить о том Что есть газета Не все Сразу так сказать Скажут Да действительно Есть газеты Потому что Ну мы понимаем Современное поколение Живет в смартфоне Да Вот Делаете ли вы что-то Какие-то социальные проекты Чтобы у людей Было науки Вот как сейчас Чтобы читать все-таки Книгу не в интернете А вот держать в руках Мы должны бы Это делать Но как мы уже в начале говорили На все Нужны какие-то средства Но мы можем сказать так Что не безнадежно Потому что Министерство культуры В государстве Само государство В целости Выделяет деньги на это Некоторые проекты Происходят Медиа Медиа проекты Которые И обучают И говорят С молодежью Дает им информацию Об этом Конечно Надо бы было В 10 И в 100 раз больше Этим заниматься Но да Вот средства Они как-то Нас Но знаете Я не буду На это смотреть Так С черной стороны Я Сам когда был Молодой Я не очень-то Читал Наверное Газеты Чем ты Хотя тогда Не было никакого интернета Разумеется Ну не было интернета Не было другого Ну как-то Я помню Была газета Там Для школьников Какая была Для Для Детей Я не очень Тоже это читал Но как-то С годами Приходит Нужда И может Даже физическая Возможность Это делать Мои родители Они Мама сидит В интернете Она там Фан такой Что Мало не кажется Моя мама Уже Женщина Женщина Да Сидит в интернете Молодец Освоила Да конечно Освоила Но она же Врач Она Голова светлая Но Она читает Она читает Очень много Она читает Журналы Она читает Газеты И книги Да И книги Целыми ночами Книги И Ну люди Начитанные Они любят читать Они знают Как это делается Я думаю Что наша молодежь Она тоже придет К этому Что Передвигаться Будет Все сложнее Руки Станут Скажем От работы Уже такие Что там Этот экранчик Будет трудно Как мой папа Он всю жизнь Работал Ему очень трудно Экранчики Увидеть Что там Эти маленькие Буковки Ему надо Что-то другое Ему надо То что Можно Такой может Последний вопрос Ну вот мы знаем Что Ну ладно Общественное телевидение Радио Да Но мы знаем Что даже И коммерческое телевидение Получает Ну определенные На основе конкурса Гранты На ту иную информацию На дискуссию И так далее Есть ли возможность У печатных СМИ Получать гранты Примеру государство Хочет какую-то Донести информацию Да Я сейчас не говорю Про какую-то агитацию Просто хочет донести информацию Не знаю О Европейском Союзе О выборах Европарламент Есть ли возможность Получить какую-то Вот такую поддержку От государства Нет Это же немножко другое Это уже целая тема Это не поддержка Если государство Хочет что-то Чтобы мы сообщали Это Это там За деньги Все можно сделать Но Государство делает Немножко Правильнее Государство Сделало Грант Что Мы можем Предлагать Свою информацию Там комиссия Это смотрит Это общественно Полезная информация И тогда Этому проекту Даются деньги Там государство Не указывает Что нам надо печатать Никак Они смотрят Что мы предлагаем Что мы будем делать И вот такие гранты Есть Они есть Для телевидения Для радио Для региональной прессы Для национальной прессы Денег не очень много Но у нас в государстве Денег столько Сколько их есть Конечно Мы хотим Чтобы их было больше И чтобы эти гранты Были побольше Чтобы мы могли Развивать Эту медиаспособность Медиа Обучение Нашего Населения Это конечно Мы говорим И государство По мере возможности Но всегда Мы хотим Чтобы было больше И больше Да Вот подводя итоги Все таки Мы можем Наверное Констатировать Что К счастью Наверное Для общества Это очень важно Все таки Печатные СМИ Будут жить Несмотря на все сложности Определенное падение Тиражей Все таки Да Я думаю Что они будут жить И очень Очень приятно Что наше правительство Понимает это Что решаются Вопросы Которые Сейчас актуальны Что они решаются И я С надеждой Смотрю на то Что печатные СМИ Они будут Конечно Проблем Если мы сделали Вы делали бы Передачу о проблемах Мы могли говорить Еще часа два Два часа Три часа И там есть очень много Разных нюансов О которых Мы можем говорить Но самое главное Чтобы люди Там Как мы говорим Наверху Чтобы они поняли Нужды населения И как мы можем Им помогать Сообщать Друг другу О друге И решать эти проблемы Мы же Мы же Гарант демократии В государстве Кстати говоря Да Уже не говоря о том Что фактически Зачастую Вот те журналисты Которые работают В интернете Они все-таки Начинали С печатной продукции Там они школу получили Не правда ли Откуда-то журналисты Берутся Они берутся С конвенциальных СМИ Конечно Спасибо большое Будем надеяться На то Что печатные СМИ Будут дальше жить Потому что Мне кажется Все-таки Нет ничего приятнее Как вы сказали Кофе утром попить Все-таки Полистать газету Или журналы При всем уважении К интернету И к смартфону Но все-таки Есть определенная Такая традиция Я думаю Что эта традиция Тоже будет Почитать телефон Да Спасибо Спасибо вам